Первая остановка на пути традиционного объезда Хабаровского градоначальника, так называемая улица местная. Как видите, направление, которое ведет к новостройкам Волочаевского городка, пока улицей назвать сложно. Первое, здесь еще нужно находить финансирование. Второе, нужно массу процедур провести. Видите процедур сколько? Самовольщиков сколько? Нужно убрать незаконно установленные гаражи. Федор, выезжай! Эти гаражи были установлены еще до того, как появился новый микрорайон Волочаевский городок-2. Дома есть, машины у людей есть, а дороги нет. Вот и приходится городским властям заниматься внеплановым строительством улицы местной. За свой счет. Она у нас внеплановая, поэтому чем быстрее, тем лучше. В другом районе города с незаконной застройкой попроще. Тут рабочие моменты продолжаются. С улицей Краснореченской все гораздо проще. Спасибо. С улицей Краснореченской все гораздо проще. Здесь нет никаких гаражей и расширяться ничего не мешает. Вплоть до самого южного. Пока эта магистраль расширена от улицы Флегонтово до Индустриальной. Дорожники планируют двигаться дальше, до улицы Бийская. А это километр с лишним. На помощь Хабаровску должен прийти Хабаровский край, а именно поделиться деньгами самих хабаровчан. Мы обратились за помощью. Губернатору края Вячеслав Иванович обещал помочь. Для информации сообщаю, что город в Дорожный фонд отдает, в Краевой Дорожный фонд отдает жители города, не город, жители, транспортники. Более 800 миллионов рублей. У нас остается 10 процентов, 80 миллионов. На 80 миллионов. Сейчас мы на севере Хабаровска, в районе улиц Шелеста и Тихоокеанской. Здесь очень много торговых павильонов. Возможно, в скором времени их станет меньше. Этот сквер, конечно, не парк северный, но тоже имеет право на существование без и так избыточных торговых павильонов. Зайдите в любой район и убедитесь, что в городе нет недостатка в киосках. Но в отличие от Москвы, в Хабаровске будут действовать не так кардинально. Так действовать, как действует там, мы не можем. Там даже и грубо нарушены права граждан. Мы так действовать не можем. Там позвонил, ему сказали, действуй. И никто не придет. А у нас попробуй, значит, начать действовать так. Ну, завтра тебя самого куда-нибудь снесут. Пока никто никого сносить не собирается. И можно порадоваться, что в городе появится еще один железнодорожный переезд. Вернее, вернется туда, где и был переулок Рабочий Городок. Если забыли это сразу за Энергомашем, по нему транспорт мог бы мимо центра уходить хоть на юг, хоть на север по проспекту. Решение за железнодорожниками. Это пока наше пожелание. От пожеланий до реального исполнения очень еще далеко. И во многом решение зависит от железнодорожников. Вместе с мэром день провели Сергей Щербаков, Дмитрий Комков. Программа «Настоящее время».